Все помнят, что сперва у Навального в Германии выявили отравление. Ну, чтобы прикрыть строительство газопровода «Северный поток-2». Очень уж не нравится этот газопровод нашим американским партнерам. Их можно понять. Это действительно козырь России в конкуренции на европейских рынках. И за какое-никакое политическое влияние там же. Но с Навальным не вышло. Пришлось гнать его обратно в Россию. Пока не пришлось выдавать как беглого уголовника через Интерпол. Потому, что для Европы и европейского капитала «Северный поток» весьма выгодный проект. Так что от Навального по-быстрому избавились. Не пригодился. А поток строится. Говорят, к июлю наконец-то закончат. Нашим-то торопиться некуда. Честно говоря, геополитическое значение его не такое уж срочное. Крайне наивно рассчитывать, что как только пойдет газ, Европа тут же переметнется под руку русского царя. Про такое никто не мечтает. И такого не будет. Остаются только прибыли. А вот прибыли и так никуда не денутся. Так что проект это европейский. Тамошним буржуям он нужнее, чем нашим. Вот пусть они сами и выкручиваются в своих сложных отношениях со старшим партнером по НАТО. Вот буквально на днях новая администрация США, еще толком не успев приступить к обязанностям, выступила со свежей инициативой. А давайте, говорит, мы отменим санкции против европейских компаний, которые участвуют в проекте. А они за это перестанут участвовать. Вот так. Санкции ничем не помогли. Поток строится. Так давайте попробуем остановить его отменой санкций. Но у нас, извините, такими дешевыми разводками только самые мелкие уголовники в 90-х перед коммерческими палатками промышляли. Это пока их не перестреляли в те же самые святые 90-е. Естественный отбор. Ничего не поделаешь. Ну, а чтобы время не терять, на европейцев опять натравили боевых экологов. Немцы еще прошлой осенью доказали, что Северный поток-2 это важнейший компонент защиты окружающей среды. И создали фонд по защите климата. Его уставная задача готовить продукты и услуги для окончания строительства газопровода. Ну, то есть, всем немецким фирмам-участникам проекта сделали прокладку для ухода от санкций. Ну, а че, помогал детям, то есть, берег природу, мать нашу, немецкую. Но, похоже, не прокатило. Секта Греты Тунберг возмутилась нарушением конвенции. Не всем разрешено рубить бабло на ныне модной экологии. Изобретательным немцам тут же прилетело бумерангом. И вот, на прошлой неделе хорошо проплаченные экологи провели немногочисленные, но медийно обеспеченные акции протеста против безбожного русского газа в Берлине и еще в трех городах. Ну, то есть, понятно, что ни тех, ни других, никакая природа на самом деле не волнует. Волнует только бабло. Редактор субтитров А.Семкин